И сейчас... Привет, друзья! Вы продолжаете рисовать со мной. Субботник на Гамма Раша. Меня зовут Ваня. Я рисую на канале Рыбакит. И котиков весенних хотят, и пейзаж, и очень много пишут. Спасибо, что пишете. Я не могу всех сразу. Давайте весенний пейзаж сделаем сейчас. А в следующий раз я нарисую еще и акулу. Весна такая вещь, когда... Такое время года, когда ярко светит солнце. Хотелось бы, да? И я начну с солнца. Для меня весна, когда я жил долгое время на севере, это приход солнца. Еще холодно до мая, до июня. Очень холодно. И когда подходит солнце, и оно вообще появляется, когда ты живешь очень-очень на далеком севере, один лучик солнца для тебя уже, можно сказать, весна и радость. И когда оно появляется после долгой полярной зимы, это уже счастье. И я весну воспринимаю как солнце. Для меня это вполне достаточно уже получать удовольствие от того, что можно выйти на улицу. Теперь светит солнце. Хотя на улицу еще минус 20 или 30, да? Так что солнце для меня это важно. Вторая вещь для меня весной, весна второй раз наступает, когда тает снег на полях и лесах. У меня не было больших полей и лесов, но были какие-то тундры и много-много таких лесов, которые все-таки были такие маленькие лиственные деревья, деревья, там кустарник был. И я рисую то, что я вспоминаю в детстве. Ну, я решил сейчас, что же я буду рисовать. Настоящее? Настоящее. И я рисую деревья, которые вот так вот растут. Потом елки, они вот так растут. Лиственницы вот так. Примерно я их рисую таким образом. Лиственницы. Они еще только-только зеленеют и совсем-совсем мало. Их мало вообще там. Ну, как бы так немножко, да? Полянку цветов. Хорошая идея. Полянка цветов. Вот. Также я хочу нарисовать, что снег еще есть, но земля уже чернеет. И мне это нравится. А снег я нарисую голубым цветом. Голубым цветом. Кое-где снег еще лежит. Еще даже его, может быть, даже много. Но уже весна. Уже чувствуется, что солнце светит. Зайчик. Зайца. И ручек. Из ручек. Хорошо. Дальше. Что я еще вспоминаю про весну? Я вспоминаю синее-синее небо. И я немножко его подсиню. И, конечно же, ледоход. На реке ледоход это самое главное событие весны, когда где-то в конце мая, в начале июня на моей реке, где я жил, лед все-таки сходит. И вот он течет. И его много. Я рисую сейчас образно, что есть лед на реке. И, конечно же, саму реку я должен нарисовать тоже синим. Чтобы льдинки наши, большие, маленькие, были видны хорошо. Вот так примерно я представляю весну. И, конечно же, еще немножко зелени. Потому что зелень уже, когда идет ледоход, уже много зелени. И сейчас я ее тоже нарисую. Яркую такую, простую, светлую зелень. Немножко больше зелени. Вот такая для меня весна. Такое воспоминание из моего детства. Примерно так я вижу весну, когда мы ходили на пленеры, рисовали природу, ели бутерброды. И очень хорошо проводили время в компании ребята из художной школы. Вот так примерно я представляю весну. Мою весну. И я нарисовал, что мог. Сейчас я ставлю на паузу. И следующий рисунок будет... Да, еще, конечно, птички же. Конечно же, чайки, которые прилетают и каркают. Их очень много. И они такие... Здесь их много-много-много. Вот такая весна бывает. Сейчас, через одну секундочку, я буду продолжать рисовать другими материалами. Так что приходите, не уходите далеко. Продолжаем.